Девушки отдыхают Наталья Ореро Я родилась в Ругвай, 19 мая 1977 года, в местечке Эль Прадо. Но мы сразу же переехали в Эль-Серро, довольно живописный район Монтевидео, откуда родом вся моя семья. Я стала заниматься в театральной студии в возрасте 8-9 лет, по совету моего школьного учителя, которого звали Хулио. Я сразу же решила, что мое будущее будет связано со сценой, то есть я буду играть и петь, от кого-то скрываться. Когда мне исполнилось 16, я почувствовала необходимость расширить свои горизонты и позвонила одному аргентинскому актеру, который запомнил меня по одной нашумевшей рекламе. А в ней я снялась, когда мне было 12 лет. Я прогуливалась с собачкой, а мальчишки смотрели на мою попку. То есть моя попка прославилась уже в детстве. Я приехала в Аргентину на те деньги, что заработала в рекламном агентстве и прошла кастинг. Мне досталась маленькая роль без слов в телесериале «Неприступное сердце». Это был мой шанс. Но чтобы использовать ее, я должна была переехать в другую страну, а в Уругвай у меня остался жених. Когда тебе 16, ты воспринимаешь своего парня как мужчину всей твоей жизни. Я меня словно отняли частичку сердца. Я оставила всех своих школьных и дворовых друзей, родителей, бабушку, дедушку. Кстати, моя бабушка и дедушка ушли из жизни, когда я уже жила в Аргентине. Ради осуществления своей мечты мне пришлось расстаться с родными. Я плакала чуть ли не каждую ночь. Хотела вернуться домой, но что-то внутри меня оказалось гораздо сильнее всех этих переживаний. Когда я приехала в Аргентину, то все мои успехи достигнуты в Уругвай и не имели значения, потому что меня никто не знал. Моя первая роль была без слов, но очень много девочек, начинавших вместе со мной, дальше этого так и не ушли. Мне повезло, меня заметили и с каждым разом стали предлагать все более значительные роли. Одновременно я очень много училась и относилась ко всему с большой ответственностью. Не подумайте, что в Аргентину приехала юная шалава, попалась на глаза режиссера и он все сделал. Нет, у меня даже такой возможности не было. Не знаю, вероятно, я вызываю в людях желание взять меня под свою защиту. Они очень быстро привязываются ко мне и всегда помогают. Короче, я не шлюха. Я такая. Я очень романтичная. Во всем мире вы не найдете человека романтичнее меня. По своей сути, я неуживаю. За всю свою жизнь всего пару раз судана. Ведь говорят, что есть ложь во спасение, чтобы другой человек не страдал. В любой ситуации я предпочитаю быть искренней и честной. И дело не в том, что я возмущаюсь, когда другие будут. Просто не люблю, когда меня обманывают, пытаются сделать из меня дурочку. Я типичная латиноамериканка. У меня все на месте. Танкая талия. Признаю, что я обожаю шоколад, мучное и пиццу. Но я не фанатка фитнеса. Честно говоря, это не для меня. Меня привлекают более веселые занятия. В прошлом году, когда я готовилась к одной роли, мне пришлось много времени проводить в цирке. Репетировать трапецию, канаты и другие номера. Так что я довольно сильно накачала мышцы и могла не ограничивать себя в виде. Я сторонница здорового питания. Не люблю жареное, не употребляю мяса животных и птиц, ем много зелени. Думаю, мне это помогает. В юности, как у большинства девочек, у меня были большие проблемы с угневой сыпью. Но, слава богу, я от этого избавилась, и сейчас у меня здоровая румяная кожа. Я за собой слежу, пользуюсь кремами, очищаю кожу. Никогда не ложусь спать, не сняв макияж. Я полагаю, что когда ты в полном порядке, счастлив, когда ты влюблен, у тебя есть работа, это прежде всего отражается на твоем лице и фигуре. Нужно для изнеможения заниматься фитнесом и съедать всего лишь одно яблоко в день. Но если ты не радуешься жизни, то это сразу же будет заметно, и никакой макияж не поможет. Я очень требовательно отношусь к своей работе. Это очень хорошо, потому что позволяет растернуть собой. С другой стороны, я очень критична к себе. И дело не в том, что я легко впадаю в депрессию, просто я не имею права на провал. Но люди не догадываются об этом. Ты сам это знаешь, потому что чувствуешь, что способен на большее. Не хочешь мириться с тем, что, возможно, в данный момент выше головы не прыгнешь. Но это касается более простых вещей, не обязательно актерства. Скажем, впасть в депрессию и целыми днями валяться в кровати при полном макияже. Так нельзя. Героиня моего последнего телесериала «Желание» – артистка Варьеты. У нее очень нелегкая судьба, и чтобы как-то защититься от невзгода, она наносит на лицо настоящую маску из макияжа. Она очень несчастный человек. Ее жизнь трещит по швам, она узнает, что у нее совершенно другая семья оказывается в городе, где все относятся к ней враждебно. И тогда моя героиня решает, и это была моя актерская находка – спрятаться за макияжем. Накладные ресницы, ярко-красная помада – моя героиня радикально изменилась. И мне, как акте, в работе это очень помогло. Потому что ты показываешь два лица одного и того же человека, и это делает твой персонаж.